Мероприятие ГИБДД в рамках операции «Внимание, дети!» стартовали в российских регионах. Подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал «Автосправочная». На этой неделе в большинстве российских регионов стартовали мероприятие госавтоинспекции под кодовым названием «Внимание, дети!». Данное мероприятие проводится в преддверии и в начале школьных каникул. К примеру, если говорить про мой регион, про Татарстан, у нас эти мероприятия со стороны ГИБДД будут проводиться в период с 23 мая по 5 июня 2022 года. По статистике ГИБДД на летний период приходится практически треть всех ДТП с участием детей. Это не случайно. Понятное дело, что когда у детей каникулы, они больше времени предоставлены сами себе и, соответственно, в таких ситуациях зачастую возникают аварийные ситуации. Именно поэтому в эти дни сотрудники ГИБДД будут особенно ориентированы на выявление нарушений как со стороны водителей, так и самих детей. К примеру, у нас в Татарстане будут проведены следующие мероприятия. Мероприятия по проверке водителей, направленные на профилактику нарушений перевозок детей. Мероприятия по профилактике нарушений ПДД, связанных с непредоставлением водителями преимущества пешеходам. Мероприятия по популяризации световозвращающих элементов. Акции, направленные на предупреждение нарушений ПДД несовершеннолетними, в ходе которых информация о таких фактах будет направляться в образовательные организации для проведения дальнейшей профилактической работы. Помимо этого будут проводиться родительские собрания с участием сотрудников госавтоинспекции по вопросам безопасного поведения детей на дорогах. Также запланированы конкурсы, викторины и другие мероприятия в оздоровительных лагерях по закреплению у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Именно поэтому водителям нужно помнить о правилах безопасной перевозки детей в автомобилях. Я напомню, на сегодняшний день детей до 7 лет в любом месте автомобиля разрешается перевозить только с использованием автокресла. Детей в возрасте от 7 до 11 лет на переднем кресле автомобиля разрешается перевозить также только в автокресле, а на заднем сиденье допускается применение как автокресла, так и штатных ремней безопасности. Кроме того, согласно действующим правилам дорожного движения, в автомобиле запрещено оставлять без присмотра совершеннолетних детей до 7 лет. Также особое внимание нужно обращать при проезде пешеходных переходов, особенно возле школ, садиков и других детских учреждений, а также быть внимательными при приближении к остановкам общественного транспорта, где дети зачастую могут выбежать из-за остановившегося автобуса, трамвая или троллейбуса. Кроме того, в летний период особенно аккуратными и внимательными нужно быть при проезде через дворы и жилые территории. Напомню, согласно правилам дорожного движения, максимальная скорость на дворовых территориях ограничена до 20 км в час. Наверняка все вы видели такие ситуации, либо видеоролики в сети, когда дети там пешком, либо на самокатах, на велосипедах резко выбегают, либо выезжают на проезжую часть из-за припаркованных машин и других преград. Поэтому, чтобы не оказаться в заложниках в такой ситуации, нужно предугадывать ситуацию на несколько шагов вперед, быть максимально аккуратным, сконцентрированным и не отвлекаться на различные отвлекающие факторы. Вот такая вот информация. Надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным. Помните о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД, будьте внимательными и аккуратными. Всем удачи на дорогах, всем пока!